Наш следующий сюжет о том, какие подарки предпочитают дарить своим близким видновчанам. Ну, смотрим, что можно купить, какие цены. И внукам, и так подарочек какой-нибудь подарить новогодний. С петухами, сейчас же год петуха. Пока еще приблизительно думаю, что лучше подарить. Наверное, что-нибудь недорогое, но приятное своим близким. Это будут скромные подарки, но которые принесут радость моим родственникам. Моим друзьям и близким коллегам тоже. Ну, уже по интересам. Вот, допустим, любит кататься. У нас он на мотоцикле увлекается. Уже какие-то подарки, которые нужны к этому виду спорта его. Даришь-то родным и знаешь уже вкусы какие-то. Подругам тоже знаешь их вкусы, друзей. Ну, как бы... А так вообще, если какой-то человек, ну, не близкий, то просто смотришь на него, как он одевается, что он носит, какие украшения, например, женщины. Ну, и подбираешь что-то на вроде. Ну, обычно по вкусам выбираю. Детям тоже по вкусам. А подарки уже, да. Я начала еще с того месяца закупать. Я сторонник практичных подарков, поэтому помимо, ну, красивого внешнего вида, я, конечно, стараюсь купить то, что нужно в хозяйстве, в быту. Вот, например, я сейчас купила очень хорошее полотенце с именами. То есть мокровые полотенца, они нужны всегда. Но на них очень красиво вышиты имена. Очень здорово. Я считаю, что подарок отличный. Вы знаете, в этом году мне очень нравится вязать снуды. На руках, без спиц. Вот, в принципе, друзьям, знакомым. Кому нравится, кому нужно, с удовольствием. У вас подарок, сделанный своими руками? Да. А какой бы вы хотели себе подарок? Я хотела себе подарок – это здоровье. Как вы вручаете эти подарки? Кладем под елку. Конечно, упаковочки красивые. Ну, и потом за праздничным столом поздравляем. Пока же распакуют все время, интерес, интрига. Снова. Конечно, дарить намного приятнее. Ну, и получать от родных, близких всегда тоже приятно. Получать приятно и дарить тоже. Мы как-то, мы дарим, и нам дарят, и мы с подарками приезжаем из гостей.